Напомню, что 18 числа у нас прошли выборы в Государственную Думу Российской Федерации и в Законодательное Собрание Ленинградской области. Это очень важно, что интерес к выборам у нас остается такого уровня, у Кенгисепсова остается прежним. Мы рассчитывали, что этот интерес будет расти, но он остался прежним, практически прежним на уровне 2011 года. Напомню, что в 2011 году у нас были такие выборы в Государственную Думу и Законодательное Собрание. Такие выборы проходят раз в пять лет. Так вот, пять лет назад такая же была явка, практически такая, немножко погрешность есть. Такая же была явка, и мы благодарны Кенгисепсам, что интерес к формированию государственной власти у Кенгисепсов остается на уровне. И в лидерах у нас по явке это Нежновская, Большелудская, Фолилеевская и Аполлевская сельские поселения. Явка избирателей в Кенгисепсе и Ивангороде тоже неплохая и составила где-то 45%. Очень активно в этом году мы заметили, что начало голосовать, и эти голоса дополнительно и пришли, и позволили им видеть такую явку. Это молодежь от 18 до 35 лет. Их число составило от общей явки 26,77%. То есть почти 4,5 тысячи молодых людей от 18 до 35 лет пришли на избирательные участки. А что важно, что из числа голосующих, кто первый раз пришел на избирательные пункты, таких из 500 человек, которые имели право голосовать впервые в Кенгисепском районе, к избирательным уровням пришло 324 человека. Из проголосовавших 28 972 человека у нас проголосовало, 45,9% отдали свой голос партии «Единая Россия». Что стоит отметить? Мы сравниваем два периода, 2011 год и 2016 год сегодняшний. В 2011 году из числа пришедших на голосование Кенгисепсов всего лишь 32% голосов было отдано «Единой России». Напротив 45,9% сейчас. То есть это явный рост, рост более 10% кенгисепсов перешли на сторону партии «Единая Россия» и отдали свои голоса, опустив планку других партий. Кенгисепсов отдали в «Единая Россия» 16,5%, что на 11% меньше, чем в 2011 году. 11% кенгисепсов сошли, что предвыборная кампания, лозунги, обещания партии «Единая Россия» невыполнимы. И практически это число и перешло к партии «Единая Россия». Она адекватна. Если КПРФ в 2011 году имела 15,66% от пришедших на голосование, то в этом году КПРФ у нас получила 8,9%. Значительное снижение у этой партии. ЛДПР то же самое. Если в 2011 году за ЛДПР наши кенгисепсы проголосовали 16,26%, то в этом году выборы для ЛДПР кенгисепсов состоялись с результатом 13,5%. Госдума и Заксобрания 50 на 50 теперь формируются по списку, кто проголосовал за какую партию, и из числа одномандатников. По одномандатному избирательному округу на выборах в депутаты Государственной Думы у нас победил, и уверенно победил Сергей Евгеньевич Нарышкин, за которого отдали голоса 48,58% избирателей. Во всем кенгисепсском районе это 14,068 человек проголосовали за Сергея Евгеньевича Нарышкина. По одномандатному округу на выборах в законодательное собрание Ленинградской области уверенно победил наш земляк Варновских Дмитрий Владимирович. Его результат составил 53,21% из числа пришедших на голосование. Поэтому выборы в кенгисепсском районе состоялись, состоялись с неплохим результатом, но забегая в самый конец пока. Из 18 районов Ленинградской области и 19-й Сосновый Бор, город Сосновый Бор, вот такая явка кенгисепсов, которая была у нас, и тот процент, который мы отдали за те или иные партии Ленинградской области, по явке мы находимся на седьмом месте Ленинградской области, а здесь у нас один наш контрольный показатель, процент за Единую Россию мы оказались на 16-м месте. Хотя я вам привел абсолютные предварительные цифры о том, что в кенгисепсе доверие партии «Единая Россия» за эти 5 лет прошедших выросло более чем на 10%, это все-таки недостаточно для успешного результата, и наши соседи, я зачитаю вам результаты, как голосовали за Единую Россию по спискам, как голосовали наши соседи, наши друзья в Ленинградской области. Волосовский район 65%, я сотые не буду называть, Ломоносовский район 60%, Ладейно-Поле 55%, Кировский район 54%, Выборгский 52%, Лужский 52%, Гатчинский 52%, Сланцевский 51%, наши близкие соседи, Приозерский 49%, Гатчинский 49%, Тихинский 49%, Бокситогорский 49%, Тоснинский 48%, Подпорожский 47%, Северский 46%, Кингисепский 45%, Волховский 44%, Кирижский 42% и Сосновый Бор 41%. После нас только три района, которые дали самые низкие показатели, это Волховский, Кирижский и Сосновый Бор. Мы понимаем и не стесняемся этого говорить, что это, естественно, правящая партия, на которую опирается президент Российской Федерации, и в будущем, конечно, когда Кингисепси будут делать выбор, учитывать мнение президента страны, учитывать мнение губернатора Ленинградской области, ну и прислушиваться мнению местных властей. Тогда, наверное, более динамично мы будем развиваться, у нас будут решаться намного больше социальных вопросов, а вот, к сожалению, при таких показателях я сомневаюсь, что мы будем сохранять ту динамику, при которой мы развивались эти пять лет. Тем не менее, я хотел бы поблагодарить сегодня всех кингисепсов, которые приняли участие в голосовании, отметить очень большую, серьезную поддержку молодежи Кингисеппа, молодежи Кингисеппа сказать огромное отдельное спасибо. Мы надеемся, что в будущем вы еще больше осознаннее будете подходить к вопросу голосования на всех уровнях, муниципальное, региональное, голосование на уровне Российской Федерации, ну и внимательно будете относиться к лозунгам, к обещаниям агитирующих партий. В общем-то, в Кингисеппе ощущалось целый день праздничное настроение, потому что выборы такого уровня – это на самом деле праздник, и мы этот праздник смогли сделать. Поэтому все участники, активно работав в этом направлении, отдельное спасибо еще раз. Хочу сказать только лишь об одном конкурсе, который скоро, буквально скоро пройдет в администрации Кингисеппского района. Мы взяли перед собой обязательства, и те ребята, которые впервые пришли голосовать, эти 324 человека, мы сейчас из списка возьмем все их фамилии, и в ближайшие дни разыграем приз, и один из пришедших на выборы получит новый iPhone 6. Хочу сказать огромное спасибо всем Кингисеппцам и жителям Кингисеппского района, которые пришли на выборы, которые поучаствовали на выборах. У нас действительно были очереди, это было впервые, наверное. Спасибо огромной молодежи, которая откликнулась на призыв прийти на выборы, потому что это действительно та часть населения, за которой будущее, которые придут на избирательные участки и на президентских выборах, и на последующих выборах. Также огромное спасибо очень хочется сказать волонтерам, которых было задействовано в Кингисеппцам районе, порядка 100 человек. Это молодые ребята, которые развлекали детей около избирательных участков, которые создавали ту праздничную атмосферу и то настроение, с которым люди приходили на выборы. Эти выборы показали и активность населения, и заинтересованность к жизни, политической жизни в стране. И надеемся на дальнейшую такую же плодотворную и хорошую работу. Вчера я подписал постановление от 19.09.2016 года до номера 22.19 о пробном и периодическом протапливании объектов социального, жилищного, культурного, бытового и прочего назначения, расположенных на территории муниципального образования Кингисепска, городское поселение. Определено в этом постановлении. С 22 сентября 2016 года, с четверга этой недели, приступить к периодическому протапливанию объектов социальной сферы, детские и лечебные учреждения, расположенные на территории города Кингисепска. С 26 сентября этого года приступить к периодическому протапливанию объектов жилищно-коммунального, бытового и прочего назначения, расположенных на территории Кингисепска, городского поселения. Хочу также отметить, что все ресурсоснабжающие организации, все управляющие компании, естественно, с этим постановлением ознакомлены. Жилищный фонд у нас 100% подготовлен к зиме, объекты социального значения тоже. Так что ресурсоснабжающие организации практически 100% готовности тоже. Это и Годоканал, и ЛАТЭК, и ЛАЭСК. Готовность высокая, поэтому для нас, с учетом выхода этого постановления, мы уже полностью переходим в ситуацию осенне-зимнего периода 2016-2017 годов. ГОЛОС 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 ГОЛОС.